Здравствуйте! Вы смотрите Прямой Разговор. Кажется, что про диспансеризацию рассказали уже все. Почему она необходима, какие обследования предполагают, куда и с какими документами обращаться и так далее. И тем не менее, у серпуховичей все равно остаются вопросы про регулярные проверки состояния здоровья. Поэтому сегодня к нам в гости пришла заведующая 6-й поликлиникой Евгения Бурцева. Она постарается ответить на все вопросы еще раз поподробнее. Евгения Павловна, здравствуйте! Здравствуйте! Евгения Павловна, диспансеризация, мы знаем, что это такой целый комплекс исследований, чтобы на ранних стадиях выявить те или иные хронические заболевания или вообще вновь появившиеся заболевания. Начнем мы с того, наверное, кто в этом году обязательно должен пройти диспансеризацию. Это люди какого возраста? Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, и в этом году вы проходите диспансеризацию. Если вам исполнилось 18, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Далее, в 40 и более лет диспансеризация проходится ежегодно. Не важно, работает человек или не работает? Абсолютно. Для медицинской организации трудовой статус пациента не важен. Что необходимо для прохождения диспансеризации? Явиться в поликлинику? Да, обратиться в свою поликлинику. Что нужно иметь? Или вообще ничего не нужно иметь с собой? Паспорт полюс НИЛС необходим для диспансеризации, но чаще эти данные уже есть в медицинской карте пациента. Можно ли отказаться от диспансеризации? Ну, конечно. Диспансеризация – это добровольное медицинское обследование, но нужно понимать, что каждый пациент должен быть заинтересован в оценке состояния его здоровья. И сейчас действительно радует, что молодые пациенты обращаются все чаще для прохождения диспансеризации в поликлинике и заботятся о здоровье. Мне показалось даже, что молодые люди больше заинтересованы в диспансеризации, нежели люди пенсионного возраста. Ну, проходят диспансеризацию все одинаково, и молодые, и возрастные. Но последние несколько лет тенденция к обращению молодежи в поликлинику действительно возросла. А с чем вы это связываете? Наверное, с пропагандой здорового образа жизни, с тем, что население начинает заботиться о своем здоровье более осведомлено. Наконец-таки мы осознаем, что лучше на ранней стадии что-то выявить и дальше лечить, нежели усугублять свое положение. Конечно. Либо убедиться в том, что ты действительно здоров. В рамках диспансеризации какие мы анализы сдаем? Анализ крови, флюорографии, что? В рамках диспансеризации проходит анкетирование, измерение антропометрических данных, рост вес, электрокардиография, флюорография. Также проводятся онкологические скрининги. Это такие, как у женщин мазок на онкоцитологию, у мужчин сдача анализа крови на ПСА. Если возраст мужчины 45, 50, 55, 60, 64 года. А гинеколога в каком возрасте проходит в рамках диспансеризации? Гинеколог, он проходится на втором этапе. Если есть какие-то отклонения по онкоцитологии, мазок на онкоцитологию берет акушерка в рамках первого этапа диспансеризации. Первый этап можно пройти за 2 часа. Более того, сейчас построена так работа поликлиник, что можно диспансеризацию пройти в вечернее время, в субботу. Также уже второй год подряд диспансеризацию можно было пройти в парке Олега Степанова. Там выведены все мобильные комплексы. И гуляя по парку, можно проверить свое здоровье. А кто принимает решение, что пациенту необходим второй этап? Врач-терапевт после получения всех анализов оценивает состояние здоровья, присваивает группу здоровья пациента. То есть, если это первая группа здоровья, пациент здоров. Вторая, есть факторы риска развития неинфекционных хронических заболеваний. И третья группа здоровья, это когда есть и факторы риска развития заболеваний и уже выявлены неинфекционные хронические заболевания. При присвоении третьей группы здоровья, пациент направляется на второй этап диспансеризации. Евгения Павловна, а что предполагает второй этап диспансеризации? Второй этап предполагает консультация узких специалистов в зависимости от выявленной патологии. Узкие специалисты такие, как хирург, уролог, коллапрактолог, эндокринолог. И можно в рамках второго этапа диспансеризации пройти исследование. Компьютерная томография, эхо-КГ, ультразвуковое исследование для более точного постановки диагноза. Но к узким специалистам записывает тебя врач-терапевт, который ты пришел на прием. Да, все верно. По итогам первого этапа диспансеризации терапевт записывает уже на тот комплекс исследований, который необходим конкретному пациенту в конкретном случае. Можно какие-то конкретные примеры? Вот что может насторожить, например, в общем анализе крови? В общем анализе крови мы смотрим много показателей, таких как лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. Те или иные отклонения нам могут говорить о комплексе заболеваний, либо заподозрить их вплоть до онкологии. Поэтому ту же самую усталость пациент не всегда может интерпретировать ее правильно. Не доспал, переутомился. Но врач, собирая анамнез и в виде результата анализа, может уже заподозрить какое-то неинфекционное хроническое заболевание. Ну то есть тебя не обязательно потом направят к целому списку специалистов? Достаточно может быть только консультации одного какого-то врача? Правильно понимаю? Да, все верно. Так, повышенный уровень холестерина, о чем может говорить? Первое, о чем мы думаем, это заболевание под названием атеросклероз. Атеросклероз поражает все сосуды, мелкие, крупные, образуются бляшки. И это риски инсультов, инфарктов. Поэтому на холестерин мы обращаем особое внимание в анализе крови. А в общем анализе крови там есть показатель на сахар? Биохимический анализ крови мы берем, да, и он показывает уровень глюкозы в крови. Смотрим это мы для того, чтобы выявить на ранних стадиях либо преддиабет, либо сахарный диабет. Ведь то заболевание, которое выявлено на ранних стадиях, оно легче контролируется и образом жизни, и минимальным необходимым количеством медикаментозных препаратов. Если уже проанализировать результаты анализов тех пациентов, которые прошли диспансеризацию, что выявлено, какие заболевания? Были и сердечно-сосудистые заболевания выявлены, и в этом году с января по мае выявлено 7 онкологических заболеваний. Это очень важно для правильной дальнейшей тактики ведения и положительного результата. Также легочные патологии, то есть выявляемость есть. Поэтому обязательно нужно обращаться за прохождением диспансеризации в поликлинике. Но вот какие заболевания лидируют? Сердечно-сосудистые сейчас на первом месте. Пациент обязательно проходит анкетирование, и врач обращает внимание на те факторы риска, которые могут привести в дальнейшем к развитию того или иного заболевания. Врач задает при сборе анамнези определенные вопросы, которые могут его натолкнуть на тот или иной уже диагноз. И пациент сам, не подозревая, описывает именно то заболевание, которое у него имеется. Выездная диспансеризация возможна на предприятии? Конечно, конечно. Мы активно этим пользуемся. У нас выезды ежемесячно. Работодатели заинтересованы в прохождении диспансеризации своими сотрудниками, обращаются в Серпуховскую больницу для проведения выездной диспансеризации. В этом году это уже было четыре предприятия, которые прошли диспансеризацию на базе 6-й поликлиники Серпуховской больницы. Но это удобно очень получается, что все сразу? Все сразу и на одном месте, и на рабочем месте. То есть в этом больше заинтересованы те, у кого непрерывное производство. Непосредственно на рабочем месте проходит медицинский осмотр сотрудники, и дальше идут на работу. Тогда чем диспансеризация отличается от профосмотра? Профосмотр это часть диспансеризации. То есть диспансеризация состоит из профосмотра, плюс еще маммография для женщин старше 40 лет, сдача анализа крови на ПСА, внутроглазное давление. То есть диспансеризация это комплекс более широкий и глубокий. Результаты диспансеризации отражаются в личном кабинете на госуслугах? Да, конечно. Сам пациент может ознакомиться с результатами диспансеризации на госуслугах. Более того, сейчас многие пациенты обеспокоены, что у них появляется в личном кабинете та диспансеризация, которую они якобы не проходили. Но они в течение года лежали в стационаре, и там проходили все анализы, и они автоматически подтягиваются из системы стационара в систему поликлиники. А что в личном кабинете? Группа здоровья просто отражается или что? Полный список анализов, их результаты. То есть пациент может ознакомиться с полным спектром то, что ему выполнялось. А как быстро появляются там результаты? Ну вот условно, сегодня мы прошли диспансеризацию. Когда это появится на госуслугах? Буквально на следующий день вся информация уже появится о пациенте в его личном кабинете. Ну то есть вообще не нужно переживать и идти забирать там лично к врачу свои результаты? Конечно. И врач-терапевт по результатам диспансеризации связывается с пациентом по средствам ТМК, и действительно нет необходимости идти в поликлинику для изучения результатов и интерпретации их. Есть какая-то сезонность прохождения диспансеризации? Когда наиболее активны пациенты? Наверное, это весна и осень, потому что зимой холодно, никуда не хочется, летом мы все уезжаем на дачи, а весной и осенью более тщательно пациенты следят за своим здоровьем. Ну то есть сейчас загруженность у врачей максимальная? Да. Сталкивались ли вы с возмущающимися пациентами, которым кажется, что на первом этапе диспансеризации они должны там проходить компьютерную томографию и так далее? Конечно. Сталкиваемся, но наши действия регламентированы приказом 404, где четко прописано, на каком этапе что проходится и по каким показаниям. Мы объясняем, и пациенты нас, конечно же, слышат. Ну что ж, я надеюсь, что белых пятен теперь не осталось в теме диспансеризации. Кто еще не успел ее пройти, торопитесь. Вот лично наша организация диспансеризации уже прошла. И, кстати, вы сказали про два часа. Мы прошли, наверное, ну вот у меня получилось, что я затратила, ну, где-то 40 минут максимум. Так что спасибо большое и до новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин